Посмотрите, какая буквально летающая тарелка. На самом деле, конечно, никакая это не летающая тарелка, это сковорода особой вогнутой формы, называется садж. На таких сковородах до сих пор очень любят готовить в Азербайджане. Ну, а раз речь идет об Азербайджане, то, конечно, первым продуктом должна быть курдючная баранина. Вот с курдюка-то мы и начнем. Наше дело. Курдюк надо порезать тоненькими ломтиками. Чем тоньше, тем вкуснее. Думаю, что этого вполне достаточно. Ну что же, поскладываем ломтики курдюка по всему периметру. И лишь теперь можно включать газ. Дело в том, что этот садж медный. А медную посуду положено лудить. И как только зажег огонь под медной луженой посудой, жди того, что олово расплавится и потечет. Ну, а если в посуде уже есть какие-то продукты, то будут очень быстро нагреваться эти самые продукты. Вы посмотрите, сало уже начало плавиться. Посмотрите, как я нарезаю лук. Я лук нарезаю вдоль. Такая нарезка связана с особым строением клетки лука. Дело в том, что клетки лука тоже вытянуты вдоль. Таким образом, из лука будет меньше выходить его сока. Он останется здесь внутри. И поскольку этот сок содержит в себе очень много сахара, то лук просто-напросто карамелизируется. Из азербайджанского блюда, которое мы готовим с вами сегодня, называется это блюдо по имени посуды. Вот посуда, которую мы готовим, называется садж. И блюдо тоже так и называется садж. Ровно так же, как и блюдо цыплята табака. Называется по имени посуды, в которой готовят цыплят. Я думаю, что этого лука вполне достаточно. И мы можем положить его в уже вытопившийся жир, и пусть начинает жариться. Ломтики курдюка можно раздвинуть ближе к краю. Вот посмотрите, уже почти что пожарились, уже почти что вытопился из них весь жир. Пусть вот здесь на краю лежат. На краю температура несколько пониже, и они не будут жариться и румяниться так интенсивно. Пусть сейчас лук жарится. Здесь у меня, наверное, с килограмм хорошего мяса от задней ножки, чистая мякоть, так много не надо. Честное слово, садж блюда не только про мясо, садж это блюдо еще и про замечательную композицию, тех вкусов, которые дает азербайджанская земля. Мясо я буду нарезать ломтиками примерно, как на бестроганов. Мясо нарезано, готово, но прежде чем опускать его в садж, необходимо посолить и приправить лук. Я соли беру буквально 1 чайную ложечку, а что там было? 3 луковицы. Я беру немного куркумы для того, чтобы получить приятный праздничный цвет. Вот теперь мясо. Мясо, нарезанное тонкими ломтиками, будет готово очень быстро. Надо скорее нарезать картошку, чуть крупнее мясо. Конечно, надо учитывать, какая у вас картошка. Ведь от размеров брусочка зависит, насколько быстро прогреется картошка и насколько быстро она будет готова. Я вам по секрету скажу, мы сейчас с вами готовим очень быстрое блюдо. Продолжительность его приготовления не больше 40 минут. Мясо тоже необходимо и посолить, и приправить. Я в качестве приправы для мяса возьму черный перец. Черный перец и мясо вместе хорошо играют. Сдвигаем мясо и лук к краям саджа для того, чтобы освободить место для картошечки. Не все умеют вкусно жарить картошку. Опустят ее в сковородку и начинают сразу же перемешивать, намешивать, не знаю, огонь слишком сильный делать. Ребята, не надо этого ничего делать. Постарайтесь уложить ее так, чтобы она лежала в один слой, но в крайнем случае где-то там в два слоя. И оставьте ее в покое. А еще лучше крышкой накройте для того, чтобы картофель прогрелся. Нам пока что за баклажаны приняться необходимо. С баклажанов необходимо снять чашелистники и разрезать их пополам вдоль каждый баклажан. Глядя на размеры моей сковородки саджа, я понимаю, что 4 баклажанчика будет вполне достаточно. Кстати, я не оговорился, что садж по сути сковородка и есть. И то блюдо, что мы с вами готовим сейчас, можно приготовить в обычной сковороде. Только возьмите сковороду пошире, попросторнее, чтобы в сковороде тесно не было. Ну вот, а чем бы нам приправить картошку? Эх, если бы дело было где-нибудь в Средиземноморье, я бы, пожалуй, использовал розмарин и чеснок. Но мы сегодня с вами играем в Азербайджан, в азербайджанское блюдо. Розмарина нет, а вот чеснок есть. На наше счастье, чеснок отличная приправа к картофелю. Ну что, и картошку надо посолить. Я думаю, чуть больше чайной ложки соли уйдет именно на картошечку. Впрочем, вы можете солить по вашему вкусу. В Азербайджане, вот я вам правду скажу, еду часто недосаливают. Ее любят подкислять какими-то природными продуктами, те, что вот есть, просто доступны. Ну, а теперь поверх картошечки чеснок. И еще раз накрываем крышкой. Баклажаны пока что в сторону. У нас есть время, чтобы заняться болгарскими перцами. Нарезаем перцы полукольцами. Пора закладывать баклажаны. Надо постараться уложить в один слой. Дело в том, что баклажаны продукт пористый, и он охотно впитывает в себя весь жир, все масло, что у нас есть на сковороде. Вот и пусть впитывает. Баклажан от этого только вкуснее станет. Ну, а поверх баклажанов болгарский перец. Пусть он готовится на пару, не надо его жарить. Иначе он цвет свой потеряет. Мне бы хотелось сохранить хоть немного ярких красок, напоминающих о лете. И лук. Лук-шалот. Здесь баку есть селение, которое называется, кажется, гофсаны. И там растет именно такой сорт лука. Вот этот лук я нарежу красивыми кольцами. Мы им посыпем практически готовое блюдо. Лук и прочие мелочи мы заложим в садж в последнюю очередь. Сейчас самая пора разложить помидоры. Знаете, почему я раскладываю их на веточки? Да вот эти веточки пахнут огородом. Они пахнут помидорами. Пусть они работают примерно так же, как в любой другой еде работает лавровый лист. Вроде его и не ест никто, но в борщ, да в бульон положить обязательно. У меня еще зеленый перчик есть, свежая молоденькая зелень есть. Ее я не буду мельчить слишком сильно. Пусть остается целыми веточками. Приоткроем крышку. Посмотрите, помидоры вспотели. Самое время лук опустить. Пусть и лук тоже вместе с помидорами греется. У нас почти все готово. А мне вспомнилась одна роскошная узбекская кулинарная идея. Да, сегодня мы готовим азербайджанское блюдо. И то, что я буду делать сейчас в Азербайджане, наверное, никто не делает. Но я советую всем попробовать именно так. Я уверен, что и вам эта идея понравится. Надо взять лепешку. Ну, в Азербайджане готовят чурек, знаете, тот же самый хлеб в тандыре. У меня есть узбекская лепешка, прекрасная, такая красивая, что от красоты своей лежала и слегка зачерствела. Но дело в том, что нам именно такая лепешечка-то и нужна. Мы ее сейчас нарежем кусочками и добавим туда, в садж. В садж она напитается всеми этими великолепными соками и ароматами и станет одним из роскошных ингредиентов готовящегося блюда. Кусочки хлеба подвигаем туда, под самый низ, пусть внизу будут. Как сюрприз для едоков. Начнут кушать, откроют, скажут, а это что такое? О, как вкусно, как вкусно! Еда, хорошая еда, обязательно должна удивлять едоков. Она обязательно должна поставлять какие-то впечатления. Вот спектакль хороший посмотрел, сходил на выставку в картинную галерею, соприкоснулся с прекрасным, с искусством. С каким впечатлением выходишь оттуда? С точно таким же впечатлением едоки должны вставать из-за хорошего стола. Знаете, вот такой лук обычно каким-то жирным супам подают, например, бос-баш, и непременно к этому луку подают сумах, сушеную перетертую ягоду, которую некоторые совершенно зря путают с сушеным гранатом. Последний штрих зелененький. Сначала перчик, перчик вот сюда посередине положу, чтобы никому случайно не попался. Кто хочет, тот возьмет, кто не хочет, пусть не берет. Ну, а зелень-то все любят, поэтому зелень можно разложить по периметру. 5 минут, и можно подавать. Садж, который мы сегодня приготовили, можно, разумеется, и пообедать, и поужинать, но чаще всего его подают в качестве первого блюда, в качестве горячей закуски. А Баку, Азербайджан, это тоже Кавказ. И тосты там такие, от Баку до Акстафы доехать можно. Поэтому принято подавать такое блюдо на специальной подставочке, чтобы под сковородой тлели угольки, чтобы в сковороде долго-долго ничего не остывало, чтобы в конце каждого тоста можно было пожелать едокам или телезрителям хорошего настроения и, конечно же, приятного аппетита. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова